Это надо понять природу женщины. Чтобы эти вопросы задавать, надо понять природу женщины. У женщины вообще не бывает дружеских отношений. У неё бывают дружеские отношения, отношения любви с подружкой. Она любит подружки. То есть женщина соткана из любви. У неё нет просто деловых отношений, как дружба. Как мужчина понимает дружбу, это такое, что мы вместе куда-то идём и так далее. Когда мужчина куда-то вместе идёт с девушкой, он это делает, потому что ему хорошо рядом с ней. Причина «хорошо» — это энергия любви, которая исходит от девушки. Если он наслаждается её энергией любви, то какая дружба здесь, о какой дружбе вы говорите? Непонятно совершенно, что это за дружба такая. То есть девушка, она может иметь отношения любви с сыном, с мужем, с братом. Это тоже отношения любви. Это не отношения дружеские. Это отношения любви с братом. Они разрешены. Женщине разрешено любить брата. Так? Никто не против, что она любит брата. Но она должна любить его как брата, а не как мужик. Если она как мужик начинает любить, тогда все против. У женщины, у девушки могут быть любовные отношения с отцом. Так? Ну вот такое понятие «девушка подружилась с парнем». У неё есть муж, но она дружит с кем-то. Что вот вы имеете под этим в виду? Что значит «дружить»? Да не мне непонятно совсем. Ну что значит «дружить»? А? Как? А это называется родственное отношение. Тоже любовь. А эта любовь имеет свои определённые законы. Например, вам муж говорит «да, пожалуйста, мы будем общаться с этими людьми, а не родственники наши». Но вот смотрите, если вы имеете друга какого-то, просто друга, а мужу это понравится? Нет. А почему? Потому что вы когда встретитесь с ним, вы ему улыбнётесь как другу. И он вам улыбнётся как подруги. Но это будет означать любовные отношения. Потому что женщина не может просто дружить. Она не может вот так сухо дружить. У неё нет такой природы. Она может только любить и всё. Больше она ничего не может. Только любить или не любить. Если она не любит, тогда фу, я с ним встречаться не буду. Если она любит, значит не фу, но это уже не дружба. Вот в этом обмане часто люди живут. Потому что есть тонкий секс, а есть грубый. Некоторые думают, что тонким я могу расставать всем подряд, а грубый у меня только с мужем. Но это ошибка. Потому что как раз в семье настоящая любовь развивается через тонкие отношения и через грубый. Потому что именно через тонкие отношения возникает беседа. Эта беседа рождает искренность, рождает самоотверждение, понимание близкого человека. Если женщина близкую беседу строит с каким-то мужчиной и с мужем, то это значит, что она с мужем её строить близкую беседу уже не сможет. Потому что только с одним мужчиной женщина может строить близкую беседу. Если она с двумя близкую беседу строит, значит, это не близкая беседа. Она кого-то из них обманывает уже. Она может сердце открывать только одному мужчине. Может она сердце также папе открывать или какому-то другому родственнику, но это уже не то. Я говорю сейчас про именно равные отношения, потому что у женщины с мужчиной равные отношения. Она может быть младше, если у нее есть отец, и она может быть старше, если у нее есть сын. Но между мужем и женой равные отношения. Если она такие же равные отношения имеет еще с каким-то мужчиной, значит, она разрушает свою семью в это время. Вот и все. У кого есть возражения на этот счет? Мы можем подискутировать. Хорошее отношение с коллегами. Хорошо, спасибо вам за дискуссию, что вы ответили. Я даже смотрю, никто не будет со мной дискуссировать. Может, я совсем как-то плохо себя веду. Да, хорошее отношение с коллегами. Но вы же знаете, в чем грань между хорошими отношениями и любовными. То есть хорошее отношение. Смотрите, допустим, у женщины есть разные способы себя вести. Женщина на самом деле устанавливает отношения. Вот представьте себе такую картину. Допустим, женщина, она смотрит на мужчину, на коллегу, смотрит немножко строго, немножко строго, как мать. И имеет с ним хорошее отношение. То есть она с ним говорит о делах, о каких-то, но при этом он видит, что она недоступна до него. Это хорошее отношение. Второй вариант. Он старший, начальник, допустим. Она смотрит на него как дочь. То есть она смотрит на него немножко так, как это, так вот, застенчиво немножко. Как вот я заходил на лекцию, девушка, она поздоровалась со мной. И она, когда посмотрела мне в глаза, она как раз застенчиво упустила глаза и пошла. Как дочь повелась. Но если бы она посмотрела на меня, поздоровалась, и вот так вот. Вы именно вот это вот понимаете под хорошими отношениями? Или вот то, что я сказал первое-второе? Вот это, да? Видите, всё понятно. Это женщина устанавливает отношения. Когда она смотрит на мужчину таким взглядом, сладким очень, это называется вызывающее поведение. То есть она вызывает его на поединок. Или у тебя крыша съедет. И ты станешь моим, или ты выдержишь мой взгляд. Одно из двух. Если выдержал, то значит ты не мой человек. Ступай себе в свои дороги. Если выдержал, значит... Если не выдержал, значит будем думать дальше. Не то, что ты прям сразу моим мужем стал. Будем думать дальше. Кто ты такой? Нужен ты мне, Ирина? Нужен. Всё, мы спросим. Но так может вести себя только незамужняя девушка. Если девушка замужем, то смотрите, как разрушается общество. Есть очень хороший способ разрушить общество. Это не дать воспитание женщине. Правильно. В результате женщины очень много ведут себя как жёны в обществе. И очень мало как матери и как дочери. В результате, так как женщины очень много ведут себя как жёны, происходит несколько процессов параллельно. Первый процесс. Разрушается психика мужчин. Потому что они не могут устоять перед женской красотой. У них постоянно рвётся крыша. То туда, то сюда. Они не могут в семье нормально как бы жить. И они постоянно куда-то их перетягивают. Первая проблема. Вторая. Женщины, которые много сильно ведут себя как жёны, они все скроют глазки, они истощаются. Потому что у них устанавливаются плотные отношения с разными мужчинами. Потому что, когда женщина одному крышу порвала по дороге, второму, третьему, четвёртому на работе там, то на неё же начинается медитация, все о ней думают. И она, так как она не может защититься от мыслей мужчины, она тает психически. Приходит домой, начинается нервотрёх. Она теряет силу уже на работе всей от этой медитации. Приходит вся разбитая, и в ней не хватает энергии любви для детей, для мужа. В результате муж мучается, дети не получают любовь, тоже чёртскими растут. Общество разрушается со всех сторон. Когда женщина много мать, она в обществе всегда как мать, если она заружена, или как дочь, если она со старшими общается. И очень мало как жена, только дома и с мужем. То в этом случае, несомненно, общество становится крепким. В обществе появляется сила, потому что мужчины крепкие, как бы они их крыша не рвёт, они нормальные, крепкие, сильные люди. Да, мужчина не слишком много думает о сексе, он развивается сильно как личность. Для того, чтобы мужчине деградировать, надо постоянно думать о сексе. Вот ходить, думать, думать о сексе. И в это время у него психика разрушается. У него перегрев происходит психический, он теряет волю, появляется необходимость курить, выпивать там и так далее. Такие вещи, такие процессы происходят. А если ещё весь город наполнить афишами с голыми женщинами для полуобнажёнными, и фильмы, вот в фильмах везде вот это тоже культивируют, тогда какие шансы? Куда бедному христиану попадаться? Почему ведические знания о жизни в душе противоречат знаниям христианства? В христианстве только одна жизнь. Помогите разобраться. Здесь нет противоречия. Вот как бы в христианстве говорится, что если не будешь жить по-человечески здесь, на этой земле, то потом вечно в одну гнить. И в ведах говорится точно так же. Только слово «вечно» в ведах означает «долго». Но понимаете, вот с этой точки зрения, для меня больше христианство нравится. Почему? Потому что если человеку сказать «долго», он подумает, ну ничего, перекидываем. А если сказать «вечно», то уже вариантов нет. Надо что-то делать. Ну как бы я не считаю, что надо зацикливаться на этих всех каких-то мелочах. Главная ведь идея, какая молитва, отношение со святым человеком, изучение, как правильно жить. Зачем вот эти тонкости все изучать? Есть только одна причина. Причина — это несовершенство сердца. Когда в сердце есть чуть-чуть сознания мухи, оно начинает ковыряться во всём. Вот противоречия какие-то искать. Ты ищи чего хорошего. Зачем искать эти противоречия? Ищи, что важно, что ценно, как бы, учение. Если, допустим, вы уже начали углубляться в какое-то учение, то следуйте этому знанию. Считайте, что это для вас правильно. И двигайтесь вперёд, и никаких проблем же нет. Всё, всё. Бог сделал так, что всё это поможет, а не помешает. Как бы вы ни почувствовали, не поняли, всё это поможет. Есть своё объяснение, но его сразу не поймёшь. Если человек женился на мне, по расчёту, а все по расчёту женятся. Все по расчёту женятся, потому что все женятся для того, чтобы наслаждаться другим. Это по расчёту. Есть разные виды способов наслаждаться. Смотрите, то есть некоторые женятся, чтобы наслаждаться красотой женщины. Другие женятся, чтобы наслаждаться её богатством. Третьи женятся, чтобы наслаждаться её высоким положением в обществе. Четвёртые женятся, чтобы наслаждаться её духовной силой. Как вы думаете, какой вид наслаждения женщиной самой примитивной? Наслаждаться её красотой. Самой примитивной. И если человек выше этого, у него интеллект сильнее, и он видит, девушка не просто красивая, ещё и богатая, то это значит, что у неё выше уровень развития интеллекта уже. Если он считает, что как бы классно, что она ещё имеет высокое положение в обществе и замуж её берёт. Допустим, в Царской России королям не рекомендовалось простых девушек убрать замуж. Надо высокое положение, чтобы в обществе было ещё. И плюс красивая, ещё лучше. А если девушка красивая, да ещё и духовная, то это уже самый высокий вид брака по расчёту. Все браки по расчёту. Просто есть как бы мужчины без мозга, которые смотрят только на красоту и всё. А что там дальше, он не знает. Что за девушка, с какого рода, зачем, как она живёт, кто её родит. Ничего не знает. Просто вот раз и всё. Это уже без мозга. А если он как бы изучает, какая женщина с какого рода, какие черты характера, как она себя ведёт, есть достаток в семье или нет, там нормально. Это означает, что мы разумный человек. Видите, никому не понравилось моё растуждение, поднимите руку. Честно, честно, честно. Мы честны здесь. Спасибо вам большое. Это значит, что вы идеализируете влюблённость. Вы считаете это, что это чувство является чем-то очень возвышенным. На самом деле, это заблуждение. Да? Партнёрские отношения. Слово партнёрские отношения вообще неправильное в отношениях с браком. Здесь нет никаких партнёрских отношений. Это не отношения партнёров, это отношения узников. Узников. Это не партнёрские отношения, отношения узников. Люди отдают другу. А уважение всегда должно быть, ты это знаешь. Если его нет, это не вопрос брата по расчёту, а вопрос не зрелости духовной, не зрелости людей. Надо понять такую вещь, что вот девушку взяла, допустим, из-за того, что она богатая. Но если в этой семье занимается духовная практика, люди раскрывают душу друг к другу. Они так сильно будут друг друга любить, и не имеет значения, как они встретились, была влюблённость или нет. Ведической культуре в древней не придавали влюблённости большого значения. Придавали значение, насколько развиты человек. Потому что если человек развит, то он способен душу разглядеть близко, и влюблённость появится, как следствие. Как же выбор делать по влюблённости? То есть чувствуете, есть влюблённость, надо делать выбор. Но изучать. Потому что выбор, это означает, что у вас сохранились... А кто, с кем я разговариваю, мне очень важно. Спасибо вам большое, рад, что вас видит здесь. Потому что я не хочу вот так в стену говорить. Выбор означает, что я имею возможность его делать. Понимаете, люди чаще всего у них сначала рвёт крышу, а потом они думают, как делать выбор. Уже всё не сделаешь выбор. Некоторые приходят на консультацию к наставнику, они уже прилепились друг к другу, так что не оторвать. И они спрашивают, как вы считаете, благоприятно ли нам будет жениться? У неё нет вариантов ответа. Не знаю, благоприятно или нет, просто уже прилеплены люди. Их с мясом только отбирают друг от друга. Поэтому выбор делается раньше. То есть понравилась девушка, дальше изучай, кто такая. Не надо с ней сразу встречаться, тем более прыгать в постель. Понравилось, надо сначала изучить, а потом уже как бы дальше думать. Обычно у женщины-то лучше работает, и поэтому женщины сдерживают отношения. Мужчина по-любому крышу рвёт. Он должен настаивать, он должен как бы сражаться правильно. Спасибо. Вот, но девушки, они, так как они обладательницы энергии любви, они к энергии любви привычны. Они привычны к энергии любви. Но они не привычны к энергии заботы. То есть для них это энергия такая, с которой они не могут победить. Но они к энергии любви привычны. Поэтому, когда возникает влюблённость между мужчиной и женщиной, женщина в это время очень спокойна в сердце. Она думает, так, между нами влюблённость возникла. Мне этот шаг нужен или нет вообще? Я хочу с у него замуж, что-то идти или нет? Я правильно говорю, девушка? То есть влюблённость возникла, она спокойно реагирует? У неё нет проблем. У него уже там всё там, у него уже там, потому что мужчина не может влюблённость терпеть, у него нет силы. Ему очень тяжело. У него пробивает сердце сразу. И всё. Но если мужчина разумный, он чувствует, что сейчас сердце пробьёт, он должен как-то так отгородиться, от этого помолиться и начать думать, что за человек, откуда, как. Если вдруг он чувствует не то, значит, надо как-то подальше. Это называется выбор. Выбирать так можно. Некоторые думают, что выбор означает, что сексом позанимался с ней. Как только мужчина сексом позанимался, сразу влюблённость заканчивается, он начинает остывать резко. Он добился своего и начинает остывать резко. А она, так как получила защиту от мужчины в этот момент, почувствовала прибежище, она начинает чувствовать сильную зависимость в этот момент. И когда люди подснимались с сексом, выбора уже ни у кого нет. Потому что ему уже не интересно, а ей уже нет вариантов. Понимаете? И начинается потом Бодазинский телесериал, многосерийный художественный фильм. Это не способ скроить отношения. Нужны правила. Нужно изучать правила, как это делается должно. Во всех священных писаниях есть, допустим, Дамас Трои, Книга Православная. Да, Дамас Трои означает, что там строится отношение. Дом означает семья. Там строится, как себя женщину должна вести, как мужчина и так далее. Как правильно сделать выбор и чем нужно руководствоваться при выборе? Умейте в виду духовную жизнь, я надеюсь, да? Да, вы задали этот вопрос. Или что? И работу, может быть. Надо руководствоваться молитвой. Человек, когда молится, первое, что происходит, он отвлекается от мыслей, которые сжёт его в сердце. Это означает, что он уже победил судьбу. А потом дальше, если он продолжает молитву, то следующий этап у него в сердце появляется спокойно, спокойно, хладнокровно, у него появляется знание, что будет тут. Но при этом у него есть всё равно своё сильное желание сделать по-своему. И он тогда идёт к наставнику, когда после этого вот это уже произошло. И он спрашивает. И наставник подтверждает не то, что ему хочет, а то, что ему в сердце возник. Потому что наставник — это отражение сердца и совести человека. Если наставник настоящий, то он всегда только совесть отражает, он не отражает наши глупости. И чему нет уверенности в выборе? Это, наверное, один и тот же человек пишет. Надо записать подряд, что я какую-то руководитель. Постоянно мысли меняются из крайности в крайность. Как понять, что делать и что нужно сейчас и в данный момент? Женщина написала. Что в женщине психика так остроена, она движется. В женщине психика движется. Она постоянно меняется. Она не может стоять на месте. Поэтому она хочет замуж. Потому что когда она выходит замуж, раз, у нее застывает психика рядом с мужем. Только она остается, сразу опять начала двигаться психика. Она движется. И это нормально. Чтобы ей была устойчивость, надо молитву совершать. Но для женщины устойчивость означает, что она занята правильными делами, правильными вещами. Но в мысли для женщины устойчивость быть невозможно, если нет защиты. Она должна или быть защищена отцом, или сыном, или мужем. Это значит, что женщина должна иметь хорошее отношение с отцом, как минимум. Хотя бы с одним мужчиной. И мужская энергия дает женщину устойчивость. Потому что энергия красоты или у льды, она всегда течет. Она не может стоять на месте. Она движется. Энергия льды движется, течет. Поэтому женщину сравнивают с рекой. С льдой. А мужчину сравнивают с берегами. Если берега высокие, сильные, то есть не обращают внимания на реку слишком сильную, то тогда реке там плыть хорошо. Если берега привязаны к реке, то она их размывает. То есть если мужчина постоянно хочет наслаждаться женщиной, то ее маленький каприз и его колбасик тоже срочет. А если мужчина крепкий, он такой, он ее любит, конечно, любит, но он крепкий, он как бы терпит, все, он любит, все. Способен терпеть, да, это важно. В этом случае она, когда капризничает, он такой, да, моя хорошая. Потому что любовь на самом деле настоящая, это терпение, понимаете? Не наслаждение, потому что когда человек хочет наслаждаться женщиной, она капризничает, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. То есть он разочарован, он хотел же балдеть, а она капризничает. Она же не должна капризничать вообще, она должна мне давать только балдеж, все. Так как она человек, она не может ни капризничать, она женщина, она и хочет закапризничать иногда. И она начинает капризничать, когда, если мужчина любит на самом деле, он успокаивает ее. Бывает, женщина, река бывает очень бурная, и она капризничает очень резко так. Когда берега должны быть очень высокие. Если не высокие, надо подтягиваться. И когда она резко так капризничает, он должен быть очень хладноклубен. Должен застывать в это время психически. И она дергается, стучит ему по груди, по груди. Все будет хорошо. И тогда она успокаивается и думает, хороший у меня муж. Потому что женщина сама не придает значения своим вот этим поведением. Она не считает это чем-то важным. Но делает вид, что это очень важно в этот момент. Только по одной причине, что она хочет проверить его, насколько он крепкий. И хочет также узнать, насколько он любит ее. Две вещи на своем вот это время. Но самому событию назначение большого не придает. Хоть ее и вывело это событие из виновесия. Мужчина, когда это знает, он спокойно реагирует на эмоции. Потому что если женщине что-то надо, она 50 раз это повторит. И потом уже без эмоций, а спокойно. Сядь, поговори. А если не сильно надо, то эмоции прошли, и все. И как бы... Дальше, я вас не обижаю. Маленький. Итак, первое, что я хочу сказать... Спасибо. Правильно, я подумал одну вещь, и вы подтвердили. Прашно означает наука, которая вопрос. То есть всегда в зале, когда важная тема какая-то, кто-то падает со стула, кто-то чихает, ребенок кричит резко, и начинает балаболить что-то. Когда что-то важное происходит, в зале всегда залы реагируют. Всегда что-то происходит такое, что все понимают, что это важно. Подтверждение. И то, что вот я сейчас подумал, это важно. Я знаете, что подумал? Что сегодня солнечный день в Москве. Что бывает редко. Сегодня воскресенье. Что тоже бывает нечасто. И вы пришли все равно на лекции. Это означает, что я очень-очень-очень благодарен. Я очень-очень благодарен. Сегодня вокруг тем людям, которые вам сказали, что лучше на пляж пошли, поехали. Мы сделаем такую лекцию, чтобы вам не пожалели. Я надеюсь, что Господь даст возможность такую лекцию сделать, чтобы вы лучше отдохнулись. Но я постараюсь так, чтобы у нас хорошая лекция получилась такая. Вот, хороший отдых, что ли. И тема такая замечательная, потому что есть замечательный, любимый нами всеми человек, Лев Николаевич Толстой. И у него есть удивительная одна книжечка, которую он издал в виде календарика просто на каждый день. То есть 1 января такая-то мысль, 2 января такая-то. И потом мы там публиковали в виде мыслей мудрых людей книжечки. И я взял некоторые высказания из этой книжки, которые соответствуют теме. Сегодня мы говорим об ответственности. Сейчас это тема. И сейчас мы начнём говорить об ответственности. Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внешними делами. От них независящими. Два слова. Внешними делами, от них независящими. Согласно ведам, внешние дела — это дела несердечные, не те, которые связаны с сердцем. Потому что цель человеческой жизни — быть счастливым. Счастье находится прямо здесь. Часто люди в обход идут. Они думают, вот сначала на дом заработаем, а то будем счастливыми. Это называется внешние дела, от них независящие. Потому что от меня зависит прямо сейчас. Я могу быть счастливым, если напрягусь. Потому что, чтобы сердце почувствовало радость, для этого нужно напряжение сердечное. То есть нужно, допустим, простить кому-то, попросить прощения. Настроиться на эту волну. На волну отношений настраивать всегда тяжело. Потому что там много работы, много труда у человека. Но по факту именно это является главным даже в вопросах строительства дома. Потому что если у тебя очень сильное отношение, то и дела у тебя идут тоже сильно. Потому что дела все зависят от отношений с коллективом, с подчиненными, с руководителями и так далее. Отношения — это из сердца вещь. Это не улыбки строить всем ходить. Это идёт из сердца. Вот, допустим, если у меня сейчас к вам неправильное отношение, то я не смогу прочитать лекцию, как бы я красочно это ни делал. А правильно означает, я должен вам служить сейчас, а не наслаждаться вашим присутствием. Я себе напоминаю, потому что я чувствую, что уже куда-то понесло. Итак, есть внешняя жизнь, есть внутренняя жизнь. Внешняя жизнь нужна. Без неё мы не сможем ни прокормить себя, ни жить нормально, как все люди. То есть невозможно без внешней жизни жить. Но она не является главной, потому что это вещь, не зависящая от нас. Иногда в ней у нас всё получается, иногда не получается. Зависит от силы, влияния судьбы на сердце. Проверить это очень легко. Если у меня на сердце очень тяжело постоянно, значит, судьба тяжёлая, скорее всего, будет не получаться. Уже можно прям понимать. И это значит, что надо сердцу больше времени в это время уделить. То есть если совсем плохо стало внутри, наступила грусть, что пойду, пройдусь. Мне её делить не с кем. То есть нужно начать внутреннюю жизнь. Пройтись это хорошо, но есть другие способы, более эффективные, сделать так, чтобы сердце обрадовалось, получило силу внутри. Обрадовалось тому, что я делаю. Это происходит в результате близких отношений. Всегда сердце радуется только близким отношением. Для сердца важны близкие отношения. Если у тебя есть близкие отношения с Священным Писанием, со Святым Человеком, близкие прям отношения. Может быть, близкие отношения с Сергием Радоническим или нет? Может быть, потому что он близкий для всех. Когда у человека сердце большое, он к большему количеству людей может быть близок. Потому что он имеет достаточно чистоты для этого. Часто нам, отдавая своё сердце, мы чувствуем усталость. Но такие люди, как он, не устают, отдавая своё сердце. Поэтому он близок для многих может быть. Для тысяч и сотен тысяч людей. Вот близок означает родной. Именно в таких близких отношениях появляется сила, дающая возможность справиться с трудностями внешней жизни. Если у человека нет близких отношений ни с кем, его сердце, даже не обязательно с Святыми людьми, можно просто... Близкий не означает секс. Близкий означает чистота сердца, что-то возвышенное. Понимаете? Это означает что-то возвышенное. Даже с женой может быть такие отношения, они очищают сердце и окрыляют в жизни человека. В этих случаях они тревожно спрашивают себя, то есть мы тревожно спрашиваем себя, что я стану делать? Что произойдёт сейчас со мной? Что получится из этого всего? Как бы ни случилось чего-то дудного, когда мы задаём себе такие вопросы, это всегда означает, что мы заботимся не о том, что нам не надлежит. То есть смотрите, если я тревожусь по поводу какого-то события, это значит, что я занимаюсь не тем, чем надо. Потому что в это время надо просто сконцентрироваться, получить этот вкус чистых отношений, наполнить свой водоёмчик, внутренний водоёмчик, корень дерева полить, наполнить водоёмчик свой чистотой, из него потечёт в это событие речка, потечёт речка моей силы душевной, и там появится знание. Надо вообще мне с этим связываться или нет? Оценка произойдёт, объём работы. Если надо, то если необходимо, это на меня идёт, эта сила, у меня суд предстает или ещё что-то, значит, я должен, сколько я должен душевной силы туда вложить, чтобы победить это всё. Потому что это побеждается опять сердцем. Это не побеждается суетой, заботой, беспокойствами, побеждается сердцем. Потому что когда в сердце есть победа, дальше ты не будешь суетиться, ты будешь точно знать каждую секунду, что тебе дальше делать. Если есть беспокойство, значит, ты не можешь победить ситуацию. Если ты постоянно думаешь об этом, значит, ты занимаешься не тем, что от тебя зависит. Это мы изучаем сейчас в Пиктит, древнегреческий философ. Очень удивительные вещи пишет. Лев Толстой прямо удивительно, вот он выбрал его, мне очень нравится. На порог, человек занятый тем, что от него самого зависит. И занимающий свою жизнь работой самосовершенствованием не станет так тревожиться за себя. Потому что он уже решает вопросы на этом незримом тонком плане. Если бы он стал беспокоиться о том, удастся ли ему удержаться истины и избежать лжи, то я сказал бы ему, успокойся. То, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках. Гляди только за своими мыслями и поступками и старайся всячески исправлять себя. Иногда люди, которые занимаются самосовершенствами, беспокоятся о том, правильно ли они дорогой идут. Некоторые меня спрашивают, у меня правильная вера или неправильная. То есть они беспокоятся о своей духовной жизни. И здесь тоже ответ такой же. Твоя правда в твоих руках. Не беспокойся. Просто ты еще не дошел до понимания. Нужно время. Поэтому опять беспокойства нет, никакого необходимости. Ты уже идешь правильной дорогой, но еще не пришел куда надо. Поэтому надо просто продолжать идти. И все. А если вы скажете, ну я не могу идти, у меня беспокойство, я выбрал путь какой-то, я не понимаю, правильно или нет. Это означает, что вы никуда не идете. Потому что движение по пути означает отношения. Если ты хочешь выбрать какой-то путь, общайся очень близко с людьми, которые идут по этому пути. Изучай их понимание вещей, настроение. Может быть, ты туда еще не пойдешь, но надо эти отношения близкие строить. Если у тебя нет с возвышенными людьми близких отношений или людьми, которые идут духовным путем, это значит, что ты никуда не идешь. Потому что движение человек может совершать только через людей. Часто люди боятся, стесняются на духовной теме, общаются с теми, духовной практикой заниматься и при этом думают, что они занимаются духовной практикой. Это полная иллюзия. В этом нет никакой духовной практики. Мы боимся потерять свою свободу, а у нас нет никакой свободы. Кто свободный человек? Поднимите его. Есть здесь свободные люди? Он свободный человек. Без воздуха сможете прожить? Нет. Без воды? Нет. Без этой планеты Земля? Нет. Ну хорошо, ладно, не такие сложные задачки. Без денег сможете прожить? Без денег сможете вообще? Нет денег — это нормально. Ну это высокий уровень. С учебением денег нет проблем. Это уже уровень святости. Высокий уровень. Я знаю таких людей. Есть такие люди, которые могут без денег. Спокойно. Потому что, когда человек делает добрые дела, у меня... Я знаете, это было в Новосибирске, я сейчас читал лекцию, я говорил, когда человек делает добрые дела и думал об этом, об этой ситуации, мне хотелось пить в это время. Я говорю, когда человек делает добрые дела, то те, кто любит его, почувствуют его нужду. И в это время девушка принесла бутылку суда. Да вообще это был супер. Ну то есть, понимаете, то есть, если можно жить без денег, если человек знает цель, как работает судьба, то он может просто думать о том, чтобы делать добрые дела, и всё. И если это действительно добрые дела, то сердце будет людей отзываться на него, и они почувствуют его нужду. Если у него есть нужда, они будут о нём заботиться. Так живут люди на высшей степени отречения. Высшей степени отречения. Есть, согласно этому, четыре стадии отречения у отречённого человека. Первая стадия. Он мучает себя от упрошайничеством, для того, чтобы усмирить свою гордость. Первая стадия. Он то и просит покушать у всех. Если кто-то дал, он ему что-то хорошее говорит, важное в жизни, чтобы ему помогло. Вторая стадия. Человек не ходит по прошанию, и попрошается, потому что к этому времени у него появляются уже ученики, которые заботятся о нём. потому что он становится очень развитой Личностью. И они заботятся сами, он уже не покрошайничеством. Третья стадия. Человек откажется от заботы учеников. И просто, если кто-то ему пожертвует, то он принимает это пожертвование. И четвёртая стадия. Когда человек уединяется, вообще уединяется, и постоянно помогает всем с помощью своей молитвы. И люди помогают ему. Когда люди пытаются им помочь, он думает ещё, будет он брать у них или нет. Иногда берёт, но в основном нет. Потому что ему мало что нужно. Вот Серафим Царовский по описанию на такой стадии, на четвёртой лечения, это удивительно. Мы не независимы. Мы зависим, но понимаете, так как каждый суслик у себя на полеограном, мы все крутые, я тоже, между прочим, такой же, как был крутой, мы все одинаковые здесь. У нас есть вот это чувство, собственно, достоинства, особенно в мужчине. В мужчине считать себя зависимым по мужчине. Поганое дело. Я вот, то, что вы отликнулись, как мужчина, сказали, я здесь независимый человек. Мы поступили, как Александр Никитанский. Вызвали. Вызов сделали себе. Это нормально. То есть мужчина должен учиться быть независимым. Но мы все равно все зависимы, потому что мы сами себя не рожали. И если мы сами себя убьём, мы совершим великий грех. Но уходят, пришли сюда горенькими, уйдём горенькими. Больше того, мы зависим от многих вещей, которые мы даже не понимаем. Например, мы не понимаем, что мы сами не усваиваем пищу. мы её просто проглотили, а дальше мы не знаем, что там происходит. Мы обнаруживаем что-то в какой-то момент раз, и у меня в Новосибирске на пол лекции возникло вот этот раз. Я сидел, терпел, учился смирением. Вот. Независимый человек вроде бы, да? Раз что-то произошло такое, и терпеть надо. А я такой, я прям независимый, и что оно такое меня мучает? Оно не зависит от меня, наоборот. То, что там у нас переваривается, там происходит, клетки работают, все вообще от меня не зависят. Это происходит без меня, без моего участия. Больше того, я думаю, я всем этим пользуюсь, значит, я этим управляю. ничего подобного. Иногда руку парализует, уже не управляешь. Ютюб. Кончилось управление. Это значит, что от тебя тоже, опять же, это не зависит. Потому что, если зависело, я бы поднял любую руку, как в фильмах, это, да? Эти, трансформеры, да? И вот там перестреляли, и он такой, опять. Это так нам хочется. Но этого же нет. Так мы зависим. Мы зависимы. И поэтому лучше зависеть от высших сил, чем от ниши. Когда я эгоистично настроен, думаю, что я сам меняю свою судьбу. Это зависимость неправильная. Потому что, когда человек зависит как слуга к миру, как он относится, не как к господине, то в этом случае он лучше понимает, что с ним здесь происходит. Как слуга не означает униженный, несчастный. Допустим, хороший воин это тоже слуга. По крайней мере, своего учителя, который учил его по его искусству. Как минимум. Даже самый мощный, независимый человек должен быть зависит, или иначе он будет просто тупым. Это тупость, когда ты считаешь, что ты сам. Допустим, если правитель ни с кем не советуется в том, чтобы решать дела, это проявление тупости, а не разума. Он должен посоветоваться, а потом сам принять решение. Сам принять решение. Он принимает решение, он проявляет свою вот эту свободу выбора. Но если он проявляет без понимания, что он зависим, тогда государство будет уничтожено. Хороший правитель всегда изучает все в результате совета. Таким образом, зависимость у нас есть, но у нас также есть свободу выбора. Мы можем выбрать правильную жизнь. Часто люди говорят, а я свободный человек, что хочу, то и не делаю. Если ты что хочешь, то и делаешь, то и зависимый человек. Попробуй не делать то, что ты хочешь. Вот тогда ты будешь свободный. Потому что там очень трудно не делать то, что хочешь. Потому что как действует судьба она все время изнутри заставляет что-то делать. Так действует карма. Но когда человек не делает то, что заставляет его карму, а делает то, что надо, вот тогда он становится свободным. Но это возможно только если есть тот, кто тебе дает на это силу. То есть это другой вид зависимости. Когда ты зависим от святости, от наставника, тогда ты побеждаешь судьбу. Это тоже независимость, но другого плана уже. независимость от своих желаний и зависимость от чистоты, от честного пути, от знания зависимости, от совести зависимости и так далее. И поэтому не надо говорить что же, что же будет. Все, что не случится, ты обратишь себе только в пользу и все. Потому что веды говорят этот мир сотка тока и справедливости. Здесь не бывает ничего плохого вообще в принципе. все, что происходит, это все можно обратить себе в пользу. Вы скажете, а если я умираю, у меня рак в четвертой степени? Человек не может умереть. Мы вечные, мы никогда не умираем. Грубое тело отделяется от тонкого, в тонком теле человек остается, он потом и получает новое тело. И причем когда он оставляет тело, потом через некоторое время он начинает себя понимать. Это доказано учеными. Моуди исследовал вот эти пограничные состояния, он описал, как люди себя вспоминают в момент, когда сердце останавливается и уже в мозгах ничего не движется. Это научный эксперимент, он доктор наук, он это доказал с помощью исследования тех, кто вернулся назад к жизни. И они описывали, что они видели после ухода из тела. Поэтому вот эта идея, что меня не будет, они неправильные идеи. Раз я буду, значит я и не умру. Точно так же вот этот вот стресс, разлуки с близким человеком возникает из-за того, что я думаю, что он ушел. Его нет. Его нет. Он есть, и он никуда не ушел. Так как ты думаешь о нем, ты печалишься о нем, значит связь остается. Но так как ты не понимаешь, что связь остается, поэтому ты печалишься, а мог бы не печалиться, желать ему счастья, давать ему силы внутри, потому что сейчас ему тяжело, и он поэтому тянет с тебя, у тебя на сердце тяжесть, постоянно думаешь о нем. Раньше не думал. Допустим, мама жила-была, жила-была, о ней не думаешь. Мама ушла из жизни, начал постоянно думать. Почему начал думать? Потому что она просит силы. Да ты молись. Черпай силы и святости, и к ней пойдут силы сами. И ты ей поможешь, она потом тебе ручкой помажет, говоря, спасибо тебе, мой дорогой, ты мне помог. То есть нет разлуки, нет, нет, есть просто невежество, отсутствие знания об этих вещах и все. А если я умру в борьбе, в борьбе с несчастьями? Видите, пиктик он продолжает. Ну и что же? В таком случае ты оставишь тело смертью человека честного, совершая то, что ты должен совершать. Нам все равно же придется оставить тело. И смерть должна же заставить нас, застать нас за каким-то важным делом. Я бы был доволен, если бы смерть застала меня за делом достойным человека, за делом добрым и полезным всем людям. Или в то время, когда я стараюсь исправить себя. Тогда я мог поднять бы руки к Богу и сказать Ему, Господи, Ты знаешь сам, насколько я воспользовался тем, что Ты дал мне для понимания Твоих законов. Упрекал ли я Тебя? Возмущался ли против того, что со мной случилось? Уплонялся ли от исполнения своего долга? Благодарю Тебя за то, что я родился, за все Твои дары. Я уже попользовался ими довольно. Возьми назад и распорядись ими, как Тебе угодно, ведь они Твои. Видите, он настраивает своих учеников, это для учеников все писалось, настраивается на то, что не надо бояться уходить из жизни, надо бояться неправильно жить. Когда человек уходит из жизни, он правильно жил, чего ему бояться? Он уходит, он говорит, Господь забирает все, вот тебе то тело, которое ты мне дал в пользование, а это нам дают в пользование для чего-то. Это не то, что это наше все. Это не наше, это нам дают в пользование. И те, кто считают это своим, это иллюзия, заблуждение. Потому что, когда случаются запоры, если это твое, попробуй покакай. Не можешь, значит, не совсем твое. Кто хочет иметь успех в мирских делах, тот не спит по целым ночам напролет, постоянно хлопочет, суетится, подлизывается к сильным людям и вообще поступает, как несчастный или подлый человек. В конце концов, чего он всем этим добивается? Он добивается того, что его окружают некоторыми почестями, что его кто-то боится. И он, сделавшись начальником, распоряжается какими-нибудь поступками людей. Неужели же ты не захочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя от всех этих мелких забот и спать спокойно, ничего не боясь и ничем не мучаясь? Знай же, что такое спокойствие души не достается даром. Это наставление для монахов уже, не для нас с вами. Но в нем есть смысл и для нас. Почему? Потому что его ученики были монахами, он для них писал. Смотрите, интересно знать, что у человека есть природа. Допустим, у него природа быть начальником. Что, он должен дворником быть? Нет. Должен быть начальником. Должен стремиться. Это его природа. У кого-то есть природа, допустим, быть торговцем, у кого-то, допустим, быть преподавателем, юристом, врачом и так далее. Есть разная природа у людей. И надо выполнять свой долг перед судьбой. Надо стремиться к этой природе, потому что иначе будешь чувствовать, что ты какой-то недостойной жизнью живешь. однако, если человек забывает, что сама возможность жить по своей природе дается только в результате духовной практики, то тогда он будет не спать ночами и будет вот таким, как здесь описано. Даже если он будет заниматься по своей природе. Но забудет про то, что все в сердце решается, про сердце забудет, забудет о духовной жизни своей, вот тогда наступит несчастный судьба. Исмирение. Это значит, что вы выше работы. Вы уже выше работы. Есть люди, которые из смирения просто что-то делают в этом мире. Это эти люди учителя по своей природе. Они выше просто того, чтобы работать. Обычные люди не работают дворником и смирением. Только сильные люди могут работать, бросить все и работать просто дворником и смирением. Это уже отречение от жизни. Не обязательно жить в монастыре, чтобы отрекаться от жизни. Можно просто очень скромно жить и делать какой-то скромный труд и при этом быть мудрецом и давать людям советы. Но это очень высокий уровень развития личности по факту. Но с помощью духовной практики. Смотрите, человек раскрывается постепенно в результате духовного роста. Духовный рост означает просветление. Просветление означает, что ты увидел, что происходит. Если уж говорить о духовном развитии, то есть пять уровней сознания вообще в этом мире. Самое скрытое это сознание, когда очень сильно душа окутана эгоизмом, то живое существо получает тело дерева. Дерево спит глубоким сном. Оно себя не помнит. Но так как оно растет к солнцу, стремится к счастью, размножается, оно защищается от всех остальных, оно растет, питается. Это значит, это все признаки жизни, значит, там присутствует душа. Мой личный опыт такой. Я могу тестировать конституцию тонкого тела. И конституция тонкого тела деревьев и людей не отличается никак. Я не имею в виду конституцию разума. Тонкое тело означает энергия, которая регулирует жизнь в организме. И вот эта энергия, она одинаковая, то есть одинаковое строение имеет. Там какие-то показатели. Вот. Это значит, что такая же душа находится в дереве, в теле дерева. И у коровы точно так же. Мы обучили коров от этих инфекций, вирусной инфекции. Я тестировал коров точно так же, определил конституцию коровы, потом мы решили, что будем дальше делать. Ну то есть с точки зрения конституция строения тонкая у всех одинаковая. Одна и та же душа находится в дереве. То есть, когда дерево глубокий сон, означает, себя вообще не знает что вообще не знает. Потом дальше уровень животной жизни означает сон со сновидениями. Она уже смутно начинает чувствовать, что здесь происходит. Но так как она еще не хочет работать над собой, нет желания работать над собой, поэтому это неразумная форма жизни. Работать над собой может только разумный человек. Потом дальше пробуждающееся сознание это человеческая форма жизни. Но пробуждающееся сознание это еще неразумное сознание. Пробуждающее означает, что я уже чувствую, что есть совесть, я хочу жить правильно, я хочу разобраться, я хочу учиться, выучиться, как жить правильно. то есть у меня много вот таких желаний, которые не связаны чисто с едой, там вот этим желанием, там себе квартирку построить, там и так далее. Желания присущи всем животным. Глядя, это желание как-то чисто, правильно жить. Это уже человеческая форма жизни. Но как это делать правильно, непонятно, пробуждающееся сознание. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, то духовная практика это деятельность только разума. И все. Я прошу прощения, я желаю всем счастья, я прощаю, я связываюсь со святостью, я чувствую какой-то возвышенный чистый человек. Это невозможно умом сделать. Это деятельность разума. То есть, когда человек свой разум начинает раскрывать, он чище, чище, чище становится в какой-то момент. Смотрите, то есть стебель у растения сравнивается с жизнью дерева. Жизнь, сон без сновидений. Бутончик появился, животная форма жизни. Чуть-чуть раскрывался, начал человеческие формы жизни. Раскрылся, это уже пробудившись в сознании. Вот когда раскрылся, тогда человек узнает, чем ему заниматься. Хотя бы чуть-чуть раскрылся. Он уже узнает, чем в жизни заниматься. Это происходит за счет развития разума, означает буквально в смысле слова духовность жизни. Но раскрытие разума также происходит в результате выполнения своих обязанностей. Когда человек не знает, чем ему заниматься, ему надо самосовершенствоваться и одновременно выполнять в обществе свой долг. В буквальном смысле это означает для женщины больше уделять внимания личной жизни, не работе, а личной жизни, для раскрытия своего предназначения. А для мужчины больше уделять внимания социуму, то есть труду. Таким образом, если человек не знает, чем ему в жизни заниматься, он должен работать там, где он полезен и больше уделять внимания духовной жизни, молитве, развитию себя как личности внутри себя. И в результате очень скоро он поймет, чем ему в жизни заниматься в социуме, потому что цветочек раскроется. Но есть еще пятый вид сознания, называется бодрое сознание. Это сознание возможно только в святости. Когда человек находится в бодром сознании, он уже не занимается своим предназначением. Потому что его предназначение, наше предназначение, это всегда деятельность ума. Есть несколько понятий в ведах в плане предназначения. Есть предназначение тела, то есть надо выполнять законы тела. Если не выполняешь, будешь болеть. Есть предназначение ума и есть предназначение разума. Предназначение ума означает заниматься по своей природе, деятельностью какой-то. Предназначение разума или фактически уже предназначение души означает заниматься самосовершенствием. Человек оставляет всё и действует только на платформе разума. Это означает пробудившееся, бодрое сознание. То есть человек ничего не делает уже, кроме того, что он даёт знания другим и сам постигает знания. Он не зарабатывает денег, не думает о своём проживании никак. Так это очень высокий уровень отвлечения. И нам вряд ли всем удастся достичь этого за одну жизнь. Я думаю, что мне точно не удастся. Потому что это очень высокий уровень развития личности, когда человек не беспокоится ни о каких своих потребностях. Он действует на платформе разума только. Означает, понимает, что главная потребность – это деятельность сердца. И он знает, что всё остальное приходит само собой в жизнь. Он уже получил это знание. Но это очень высокий уровень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok